Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Физика 8 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 54. И сейчас вопрос номер 4. От чего зависит электроемкость конденсатора? Чтобы выяснить, от чего она зависит, нужно предположить, от чего она может зависеть, а потом это проверить на опыте. На рисунках изображены несколько опытов. На рисунке А и Б обкладки конденсатора отличаются друг от друга размером, то есть площадью. А это значит, выясняется зависимость емкости конденсатора от площади обкладок. На рисунке под буквой Б площадь обкладок больше, и по электрометру видно, что на конденсатор помещается больше заряд. Чем больше площадь обкладок, тем больше емкость конденсатора. На рисунке В еще один опыт. Здесь по сравнению с рисунком А изменили расстояние между обкладками, его увеличили. Заряд при этом, поместившийся на конденсаторе, уменьшился. То есть еще емкость конденсатора зависит от расстояния между обкладками. Чем больше расстояние, тем емкость меньше. И, наконец, в последнем опыте под буквой Г, между обкладками конденсатора поместили оргстекло, диэлектрик. От этого емкость конденсатора увеличивается. Так что выяснилось, что от трех факторов зависит электроемкость конденсатора. Электроемкость зависит от площади обкладок конденсатора, расстояния между обкладками и диэлектрика между обкладками. Если вы хотите знать ответы на другие вопросы, следите новостями с сайта online-GDZ.net в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал online-GDZ на YouTube.